Всем привет, мои дорогие! С вами Конова Аня, проект Faberlic Online, и это новинки, часть 4, каталога номер 3, 2022. Будем с вами дальше сейчас смотреть. Ну, первое, что бы мне хотелось показать в этом видео, это, конечно же, обалденные тени. Сейчас мы с вами снимем сводчи, потом будем смотреть, как оно будет в действии, будем делать с вами макияж и так далее. Итак, это у нас с вами изысканный аромат. Я первый раз почувствовала, что тени чем-то немножечко пахнут, еле уловимо, но тени немножко парфюмированные. Тут идет сочетание ярких и блестящих оттенков, их легко действительно комбинировать между собой. Вот это, конечно, очень-очень круто. Этой палеткой мы уже попользовались, она понравилась двум моим визажистам, но одна начинающая, вторая уже 9 лет, поэтому я думаю, что такая информация будет для вас полезна. Можно сделать полностью полноценный макияж. Вначале я подумала, что нет, мне не хватает тут черного, но на самом деле потом все-таки все хватило. Разные эффекты в одной палетке, это очень круто. Это будет действительно хороший законченный макияж, если еще использовать подводочку. Он содержит цветочные оттенки от ярко-нежных и благодаря шиммерам дарит кожи век роскошное сияние и позволяет легко комбинировать их между собой. Они очень хорошо тушуются, они высокопигментированные, что мне очень понравилось. Хорошо набираются на все. И вот эти вот 9 оттенков, они распускаются очень в классный букет. Я прям от них в восторге. Я вам серьезно это сейчас говорю. Для меня они супер. В каталоге, ну смотрите, вот этот немножечко ярче, да, вот этот чуть-чуть более такой холодноватый. И вот эти, да, тоже они отличаются. То есть вот сейчас моя камера права, она не врет. Вот бывает такое, да, что камеры врут. Сейчас эта камера моя, она абсолютно не врет. И это очень-очень радует, что я вам могу показать те цвета, которые и есть на самом деле, которые вижу я сейчас на данный момент. Я считаю это безумно важным. Коричневый посветлее. Вот этот, он вообще не такой. Да, ну если я правильно показываю, то да, вот этот, он тоже более такой бледненький, нежели чем тут. Но я думаю, вы видите разницу. Все можете сравнить. Я вам поставила эту палетку так, как она должна быть. Цена 799 рублей. Она приходит в такой вот красивой упаковочке. Артикул у нее 58,56. Я вам честно скажу, я от этой палетки просто без ума, да. Если мне вот эти вот не очень понравились, ну в предыдущем видео я очень подробно поговорила, то вот тени это просто супер-мега-класс. Приступим к сводчам. Сводчи я сначала сниму для вас на руке, а потом же я буду снимать их уже на камеру. Ну что ж, поедемте вот так. Ну что-то я вот, да, неправильно сделала немножко. Ну ладно. То есть вот как они набираются. Боже мой, спасибо. Цвет в цвет передается. Я очень-очень счастлива. Так, значит, да, вот первые четыре. Просто великолепно передаются. Все замечательно. Ну и давайте следующее. Так, первый, второй, третий и четвертый пальчик. Да, пальчиков не хватает, к сожалению. Их все видно. Так, ну и последний. Это вот этот вот оттеночек. И так тут у меня плохо стерлось, да. И вот этот вот. Вот эти два. Сейчас, значит, я вам их увеличу. Да, вы помните, что, зачем. И покажу. Есть, которые переливаются. Ну, в общем, великолепно. Мне понравилось. Очень понравилось. Ну, и поедем с вами сейчас сделать макияж на абсолютно чистом лице. Я не оформляла ни брови, ничего. Для того, чтобы вам показать, что эта палетка очень хорошо подходит и под брови. Ну, вот лично под мои она подходит отлично. Ну, палетка просто бомба, конечно. Так, беру кисть, получается, 910-130. Это палетка для бровей. Ну, и начинаем с вами набирать. Да, точно набираем. И получается такой коричневый приятный оттеночек. Ну, вот, чуть-чуть вот подрисчесала. Ну, и получилась просто бомба. Следующий я беру кисточку для растушевки теней 910-134 артикул. Да, абсолютно новенькую. Такую вот хорошенькую, толстенькую. Она как раз идет на мой глаз. Давайте попробуем, возьмем самый светлый оттенок. Я обязательно делаю вокруг, потому что он матовый. Но мне нравится все-то и тебе как подготовилась. Все делаю без базы специально, чтобы не было никаких подстав. Тени отлично перекрывают какую-то красноту век, еще что-то. С базой понятно, что все будет ярче, пигментированнее. Но это вы уже сами решать будете со своими базами, если вы эти тени для себя приобретете. Далее можно вот этот вот взять оттеночек. Хорошо очень набирается, как вы видите. И можно сделать что-то типа подложечки. Очень свежий, красивый цвет. Он не супер яркий, но он мне очень понравился. Конечно, все цвета будут сложно задействовать, но максимально я задействую все. Следующий мы уже взяли. Отличный просто оттеночек. Можно взять следующий, вот этот вот рыженький, чтобы вы увидели разницу, да? Видите, да? То есть он немножечко порыжее. Если тот был розовее, то этот как будто поярче и порыжее получается. Но между собой они великолепно сочетаются. Давайте вот так, если свет сделать, я думаю, даже лучше будет видно, да? Мои нещипанные брови сразу стало видно. Ну уж извиняйте. Все бегом. Ну, бегом, потому что у нас пошла череда ковида. Сначала бабушку в больницу везли, потом мой папа заболел, Мургин, на которой мама, мои родные, да? Потом дедушка с воспалением легких отлежал. Сейчас мне надо ехать в Москву, мужик ковид. Ну, он уже здоров, но еще не пришел отрицательный тест, он не имеет права никуда выезжать. Вот. Значит, мы с вами вот эти три попробовали. Давайте попробуем более такой вот глубокий. Я, кстати, этот оттенок тоже очень-очень люблю. Да, то есть вот прям его обожаю. Видите, сразу же насыщение какое идет. Или нет лучше? Наверное, удача. Катюшка пришла. Со мной поедет в Москву, потому что мужу нельзя, а я боюсь потеряться. Говорю, Катюш, слойди меня, пожалуйста. Она говорит, ну окей, говорит, поехали. Выручила маму, да? Ну, вот видите, вот этот оттенок, оттенок, это просто я не могу, как он мне нравится. Ну-ка, если вы... О, кстати, вот так более натурально. Давайте-ка я буду выключать цвет. У меня веко тяжелое. Вот смотрите, я опустила веко, и у меня уже будет не видно теней. Да, вот сюда даже нам можно было повыше. Потому что я так делаю. Ой, как много! Опуская веки, все в пределах нормы. Поэтому у кого тяжелое веко, тут меня поймет. Вот я ставлю от самого основания. Как раз прямо вот эта кисточка создана для нанесения теней, да? Не для растушевки, а для нанесения, потому что у меня такой глаз. Ну, и снизу чуть-чуть. Ну, снизу я могу потом кисточкой для пудры там подубрать, если что-то будет лишнее. Поэтому я вначале не боюсь что-то переборщить, потому что любые тени, даже если их много, их очень легко убрать. Какие следующие? По идее, для затемнения вот в этой палетке только один оттенок. Вот не очень-то удобно. Поэтому я сейчас беру кисть для теней, артикул 910-133. Вот такая вот она. И уже ей буду добавлять. Вот этот коричневый, он очень пигментированный. Тут самое сложное будет мне сейчас на камеру нанести ровно. Видите? У нас еще с вами есть карандаши, да? Не забывайте, которые мы с вами тоже будем тестировать. Вот видите, расслабляю и полностью уходит. Поэтому я вам и говорю, что нужно тут быть посерьезнее и повнимательнее. Далее, как вы видите, они слегка крошатся, но это нормально для всех теней. Очень мало теней, которые от кисти не крошатся. Их вообще практически не существует. И потом кисточку для растушевки мы с вами берем и заканчиваем наш образ. И получается вот нежненько. То есть грубый какой-то макияж у нас с вами тут не получится, если не использовать подводку. Еще, конечно же, у нас с вами будут карандаши, лайнеры, все такое прочее. Ну вот так вот нежненько получается. Сколько бы вы не затемняли уголок, который хочется затемнить, тут не хватает цвета. Вот видите, это максимальный оттенок. Но ничего страшного. У нас куча, просто миллион других разных палет. Поэтому это ерунда. Но кому не нравится длительный макияж, я, конечно, вам сочувствую. Я люблю все подробно показывать. Поэтому извиняйте и перемотайте. Действительно извиняюсь, потому что есть кто просто хочет посмотреть на результат. А кому-то непонятно, как этот результат получился. Поэтому только ему не терпится. Те могут просто перемотать. У меня получилась этими тенями отличная подложка под подводку. Но как самостоятельно, мне вот лично в этом макияже, который я начала делать, мне не хватает, если честно, еще черного. Вот тут в палете. Далее мы с вами опять-таки берем новую кисточку. У меня просто все те постираны. И из-за этого я беру новые кистики, на что те не успели высохнуть. Опять-таки 910-133. Но кистей у визажиста должно быть много. Всегда много. Потому что одни в стирке, другие в работе, третий в запасниках. Мало ли еще какие-то клиенты. Ну и давайте с вами посмотрим сначала вот этот розовый. Набирается просто бомба. Видите, как он набрался. Хорошо. На кисточку давайте я вам тут покажу. То есть вот так вот. Ну и поехали. Ну таким образом. Также, если хочется сильнее эффект, пальчиком набираете. Пальчиком получается прям через чур уже, да? Слишком много блест. Если хочется еще больше эффект, то тогда вы можете слегка капнуть водичкой. И вот тогда у вас получится очень ярко. Видите? Прям безумно ярко получается. Поэтому тут тоже не переборщите. Видите? Как переливается. Круто. Видите? Можно очень-очень ярко нанести. Получится тоже красота. Пока оно надо будет подождать. Пока оно высохнет. Ну, в принципе, как полноценный макияж. Ну, понятно, что реснички еще не накрашены, но уже симпатично, согласитесь. Очень красиво. И, к сожалению, опять-таки, вживую переливается больше. Тени высыхают. С ними ничего не случается. Они отлично работают дальше. Макияж получается более стойкий после того, как они высыхают. Как бы вот не скаталось бы ничего. В принципе, такая классная палетка. Можно еще попробовать, да, вот на эти места блесточки наложить, еще что-то сделать. Но вы уже видите, что некуда. Но я обещаю с этой палеткой почаще делать макияж, выходить с ней в эфир, так как это новинка. Я этот вот хочу цвет. Просто бомбовский, да, цвет. Тоже набирается отлично. Пальчиком мы с вами смотрели, что вообще прям сильно-сильно. И, конечно же, вот что мне понравилось в этой палетке, да, можно вот ей и закончить, блесточки наложить, чтобы глазки сияли, чтобы не было ярко, вызывающе и не очень-то красиво. Я не люблю прям, чтобы сильно-сильно были блестки. И вот тут как раз тот благородный блеск, благородный оттенок, который не повредит. В общем, эту палету я полюбила. Да, также ее, конечно же, конечно же, да, она темная, ее можно нанести поверх. Вот сюда положить, разбавить с розовым. И тоже получится очень даже красиво. Ну что ж, далее, что мы с вами будем делать. Такие вот три подводки. Я возьму самую темную. Самую темную постараюсь сейчас подвестись. Конечно же, возьму зеркало, потому что подводка эта штука такая, очень симпатичная, но она идет как бы, да, не черная. Маркер жирный, пропитанный. Это у меня тон 55-365. Видите, глазик сразу же заиграл. Вот то, чего не хватало. Так, следующая подводка. Такая вот прям блестящая. Ей можно подвестись тонко или толсто. Артикул 50, 553-67. И вот эта подводка, наверное, самая моя будет любимая. 553-66. Видите, они блестящие, очень красивые, прям шикарные. Красиво, да? Вот смотрите, вот этой вот подводочкой я подвелась сверху. Стрелочка получилась более такой, да, симпатичной, клевой. Я люблю стрелки на полглаза. Так, вот как оба глазика, обе подводочки. Тоже, да, неплохой вариант. Ну, еще реснички не накрашены, конечно же. Ну, и давайте розовую я сейчас подведу сюда. Но она навряд ли будет заметна с таким слоем теней. То подводку за изобилием розового не очень хорошо видно. Можно сюда зайти, потому что она межненькая такая. Тем более, что они стойкие, с ними лодит очень-очень удобно. Верка, как вы видите, возрастное, и блестки, они могут подчеркивать, если морщинки еще будут сильнее, они могут подчеркивать. Но издалека шикарно. И это мы еще не приступили к контурингу. Хочу попробовать вот этот контуринг. Будет ли он слишком рыжий? Ну, да, такой рыжеватый, но все равно красиво получается. Видите? Это я не наносила тональный крем, к сожалению, еще на лицо. Ну, просто, чтобы вам показать, какие тут прям универсалочки тени. Ну, конечно, баловаться ими смысла нет. Я уверена, что они самые первые закончатся, поэтому с собой нужно брать какую-то еще палету. Тут можно нанести вот этот вот цвет. В общем-то, можно сделать все с ними. и вот этот вот розовый, он очень хорошо подойдет как хайлайтер. Можно пальчиком. А, он еще не вылезает. Вот. когда сухой, он отлично подходит. В общем, если вам кажется, что у вас излишки на вашем лице, это все легко смахнуть чистой кистью. Опять-таки, да? Достаю кисточку. Делать светлую оттеночку. Если что-то лишнее, нужно вот таким образом подобрать. Вот этот оттенок тоже, конечно, он очень такой красивый. Давайте его просто для эксперимента я его нанесу сюда. с пальцем покажу, как он выглядит. Да? То есть, вот он такой вот классный, переливается. Ну, чтобы ни один оттенок не обижать. И вот этот давайте сделаем рядом. Да? То есть, уже вот такой вот яркий. То есть, если мы с вами захотим слегка чуть-чуть какой-нибудь яркости, лесточки сделать. Подрастушуем и добавим наши обычные тени. Потому что мы все тут постирали. все-таки темный оттенок тоже должен как-то вот преобладать. Очень даже неплохо. Ну, и стираются они не очень-то хорошо, поэтому они будут нормально держаться на ваших щечках. Ну, все. Осталось совсем чуть-чуть. Опять-таки возьму новую кисточку 910-135. И осталось вам показать вот такие вот 65-92 оттеночек. Очень теплый, очень красивый. Очень такой плотный, блестящий. такая красивая пудрочка. Это пудра хайлайтер, я так понимаю, или что это? Давайте с вами посмотрим. А, румяна, румяна-хайлайтер, не меньше. Видите, как блестит? Давайте я вам прям посильнее тут наберу мне наши яблочки. Ей вот переборщить легко. Я уже вот на камеру, не знаю, видно это, не видно, но такой вот прям золотой-золотой отлив, это, конечно, лишнее. И такого еще в компании Фаберлик не было. Очень золотистый отлив, ими легко перебрать. И я бы такое только бы вот сюда бы вот нанесла, и все. потому что это дело через чур. Вот они блестят. Вот, в принципе, подкрасив реснички, абсолютно другой вид. Очень даже симпатичный тушь. Я взяла Miss Curl 58-55. Мне она очень нравится, но из-за того, что много туши, я как-то вот последнее время повторно туши не беру по той простой причине, что нужно искрасить те, которые мне пришли красиво получаются, кстати. Такие они прям, знаете, ровные, разделенные. Приятная такая находочка. Я уже забыла, как она действует. прям первые попавшиеся дела. И прям восторг. для сразу видите, такой открытый. Вот в принципе все, что я хотела протестировала. Осталось помадочки и другие подводные карандаши. Я их вам просто уже свочу на руке. А, еще, кстати, был где-то блеск для губ, кстати, пробуждающий цвет. Он оказывается еще ухаживающий. Артикул 40 229 такой вот упаковочке. Вот видите, немножечко все-таки идет с каким-то розовым отблеском. Ну и действительно как-то губки лучше, розовее, приятнее. Кончик стал, видите, такой розовый. Я так понимаю, вот каждый цвет губ он подстраивается. Губы действительно стали ярче. Из-за того, что яркие глаза как-то даже мне хватило вот этого блеска. Ну и после того, как я его стерла, вроде бы он не проявляется, все в порядке. Так, ну что, все, побежали с помадами. Помады приходят в таких классных упаковочках. Про них я тоже распечатала. Оказывается, они идут с цветочной отдушкой, гелевой текстурой, витамином D и касторовым маслом. Ну что ж, касторовое масло. ухаживают за нашими губками. Так, артикул 40739, их идет три оттеночка. Они безумно яркие, классные, очень красивые. И, видите, этот вот блеск. Так, 40741. Мне они показались практически одинаковые. Смотрите, ну очень похоже. он слегка вот, знаете, понежнее. Ну и последний блеск у нас получается 40-740. Она вот сколько-то где-то немножечко и другая. Да, то есть отличается. Очень, конечно, она симпатичнее. помада довольно таки увлажняющая. С очень таким нежным, легким, таким ароматиком. И, вот, честно вам сказать, у них у всех один вот этот вот этот отлив. Вот какой у меня сейчас на глазах, да, несколько теней в перемешку. Ну, прям, привет, весна. Да, очень красивые тенки. они разные, но очень мало друг от друга отличаются. Таких вот, да, кардинальных скачков, как до этого не было. Ну, в принципе, эти помады, да, и в каталоге, да, вот у них цена 249 рублей, они не особо отличаются, если честно. Вроде бы, какое-то различие есть, но вживую это различие оно так не отличается, как вот в каталоге, например, да. Так, ну и последнее это ультра-тонкий, мягкий карандаш для глаз, мягкой гелевой текстуры, идеально ложится на кожу век, не размазываясь и не растекаясь в течение дня. Давайте я их вам прям все покажу. Дели их распечатала, они там так запакованы, что это просто что-то с чем-то ненормальное. Очень были сильно упакованы. Итак, первый оттенок светло-розовый 5592, как вы видите, я уже с ними немножечко поупражнялась. Он очень такой, знаете, белесо-светло-розовый. Красивый, здорово, можно сделать очень суперский макияж. Второй я взяла 53939, изысканный черный, обычный матовый черный, люмисцентный, немножечко розовый, да, у нас с вами. Далее, в руку попался коричневый, 55984, то есть, они все вот так вот выкручиваются, а их точить не нужно. Они очень мягкие, много достанете, сразу же, ну, грубо говоря, останетесь без карандаша. Так, аметистовый 55985, очень красивый цвет, вот эти вот два вместе сочетаться будут просто бомб. Последний получается бургунди 55981, мне кажется, он и под помаду подойдет, и под глаза подойдет, да, все вот, такая вот красота. Мне нравится. Вот в бургунде не совсем поняла, куда я буду использовать, ну, а все остальные супер. Вот, хотя в бургунде он опять-таки идет универсальный, да, ну, и вот запеченные румяна, конечно, под вопросом, они идут что-то типа хайлайтера на яблочке. Молодежи вот просто бомбово, а для девчонок в возрасте, ну, смотрите, куда нанести, чтобы не подчеркнуть морщины. Очень понравился, конечно же, дынчатая подводка, очень понравился лавандовый и розовый, но они вживую намного красивее, нежели тут представлены в каталоге. Ну, вы их видели, это просто бомба, прямо великолепно. Ну, все, мои дорогие, с вами Балаконова Аня с новинками каталога 3-2022 тестировали, как могли, обещаю, еще делать макияжи, именно с этой линейкой, больше ярких макияжей, всем пока-пока, очень приятно было с вами поработать, вам все показать, рассказать, обожаю новинки, обожаю их тестировать и обожаю, что вы обожаете смотреть мои видео, очень приятно, спасибо вам большое. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,